F-111F, новинка патча, новый ардварк, с усиленными двигателями и другим вооружением на боевом рейтинге H11.7, то есть это полноценный конкурент тому же самому Су-24М. Погнали в бой и посмотрим, как играется в нашей игре на реактивном бомбардировщике. Спойлер, как всегда тяжело, но может быть он что-то может. Вот и выясним. Погнали! Народы, ну а если вам хочется премиум танк или премиум аккаунт War Thunder, то скачивайте приложение Golden Eagles for War Thunder. И, выполняя простые задания, накопите себе на заветный прем. По моему промокоду на экране вы получите бесплатные золотые орлы. Ну а как их потратить, уже решите в игре. Ссылка в описании. Так, в это сложно поверить, но спустя пару боев для меня и 0 секунд для вас, мы переходим на F-111. Короче говоря, самолет крайне своеобразный. Да, вы стали быстрее, благодаря новым двигателям, прям вообще без шуток. И получили хороший, вроде как, контейнер. Это не он, вот это он. Ну, хоть с каким-то тепловизором, я имею ввиду. И на этом все. У вас теперь есть, собственно, несколько мавриков. Это танк или не танк? Такой отвратительный теплак, что нихрена не понятно. При любом маневре самолет теряет всю свою скорость. Чтобы разогнаться, нужно потратить прям солидно так по времени. Солидно. У нас есть из вооружения, из нормального, по сути, только маврики. В количестве шести штук кумулятивных, либо двух фугасных, что даже не смешно. И на этом как бы все. А боевой рейтинг как бы очень не кислый. С другой стороны, шесть мавриков тоже сойдет, если их быстро в кого-то откидать. При этом еще вот можно две эльки подвесить. Если же эльки не подвешивать, то... Ну, туда можно пару бомб, но тогда стреловидность крыла не будет изменяться. Бомб со спутниковым наведением нет. Есть только бомбы с наведением... Как оно называется? С класси... Опа. Неужели? Сюда. 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 Не знаю, труп не труп. Нет, не труп. По-моему, в ми... Да, по-моему, это было в меня. Все еще дистанция была 7 километров, но Тайп-81 не прощает. Ждем результатов тогда наших раскиданных мавриков. Что-нибудь, надеюсь, да попадет. Для этого нам нужно посмотреть на чат сражения. Ну и на какие-то результаты. Ну, это все я на хасли сделал. Маврики летят. Маврики летят. Маврики летят. Летят. Опа. Что-то я там уничтожил. Что-то еще, походу, уничтожил. Меня выкинуло из режима зрителя. Спасибо. Двойной удар. Короче, я уничтожил, получается, Леопард 2.6 и Зенитку. Все остальное. Непонятно, куда ушло. Но результат есть. Из пяти успетых, раскинутых мавриков мы реализовали два. Хороший результат. Так что, несмотря на то, что у этого самолета нет маневренности, нет динамики в маневре. То есть, ты только как можешь разогнаться и лететь, как стрела. Что для совместных боев не очень применимо. Хоть какой-то тепловизор есть. Спасибо. В отличие от Су-24. И хоть какое-то вооружение кинул и забыл про него. Вот. Жаль, нет, конечно, джейдамов. Было бы вообще отлично. Но, увы и ах. Пойдем дальше пробовать раскидывать маврики. Просто смысл в том, что, условно, на А-10 эти маврики есть на боевом рейтинге. Там 10,3, по-моему. А-а-а, тут то же самое, но на Берри выше. С другой стороны, вот, а то с прицельным контейнером. Так, ну, еле-еле, опять же, с парой респов вроде как накопили на Ардварк. Да. И, вот, собственно, варианты. Либо бомбы неуправляемые не подходят. Управляемые бомбы тоже, потому что единственный плюс этого самолета — это скорость. И, получается, остается только вот. Либо такие маврики, либо такие. Хе, и больше никаких вариантов. Я думаю, что лучше все-таки брать много-много-много кумулятивных мавриков. Тогда будет хоть какой-то смысл от этого всего. Но подвесной контейнер обладает настолько шакальным теплоком, что... Ориентироваться остается только... Я не знаю. Еще и... Карта такая себе. Давай сначала в сторону куда-то уйдем тогда и зайдем еще раз. Может, скорость наберем. Что-то он не то, чтобы сильно набирает с этими подвесами скорость. Но, видимо, сначала он должен крыло сложить. А уже потом он, достигнув своей аэродинамики, как начнет только. Но есть, наверное, проблемка другая. Насчет этого все. Может, надо повыше взять? Давай-ка повыше возьмем. Попробуем на нем заклимбить. И чтобы сверху кидать это все. Тем более, что погода вроде не чешная. Облачность, ну, сойдет. Отсутствующая. Климбим нормально. Вот. И можно попробовать вот так. И вот с высоты покидать маврики. Знать бы только куда. И знаете, вот этот шакальный теплок спасает не сильно. Во. Вот так как-то сделаем. Попробуем в разгон. Здесь ни хера не видно. Здесь уже лучше. Но нужно все равно понимать, куда. А что я тут закрепил-то? Это танк какой-то? Вот это. ХЗ, видимо, да. Вот танк какой-то. Но мне кажется, у них зенитки в первую очередь есть. Где их искать только? Опять же, не видно ничего просто. Ну, я, естественно, сдох. 29-й миг. Ха-ха! Отличные у нас противники. От него не убежать, не перекрутить, не сбить, не уклониться. От него вообще ничего нельзя сделать на арт-варке. Летят мои два маврика, бедных и печальных. Ай, давайте следить. Будут куда они лететь. И как они будут лететь. Ну, это сто лет займет. Понятное дело, что я в прицеле. Я ничего не слышал, не видел. Вот, поэтому тут понятно. О! Минус раз и минус два. Поджег. Нет. Поджег я девяностика. И уничтожил деривацию. Ну, отлично. Из двух мавриков два попали. И один-то попал вообще с уничтожением. А может и девяностик догорит. Хотя, вряд ли. Ну, хоть криты какие-то. У нас тут команда классная, поэтому дайсист. Кого еще сбивать-то на мигаре? Ну, пффф. Эх. Пойдем в следующий бой. Так, ну что ж. На этот раз на хасле более-менее быстро накопили на Адварк. И погнали. Мне что-то напрягает, что я никак не могу разогнаться нормально на этой штуке. Тяжеленный охренеть просто. Ощущается нереально тяжелый. Ну, тут хотя бы карта понятная. Можно сразу начать раскидывать. О, там панцирь, походу. Оно еще не попадет стопудово. Давай-ка я... Ну-ка его нахрен. У меня и так шансов спастись немного, откровенно говоря. Надо попытаться уйти к земле от этого. Кто бы это ни был. Учитывая, что... Как же тебя болтает, бедолага, ты шо? Так, выберем, если что, Маврики дальше. Три ушли. Куда ушли, хрен пойми. Там одни Маврики, потому что... Чё-то не определились сами, куда лететь хотят. Во, смотри-ка, а вот и скорость пошла. Вот пошла и скорость. Можно набрать. Но опять же, надо будет развернуться. Либо это супер медленно делать, либо я не знаю чё. Погода отличная, кстати. Нам везет. Вот, хорошая погода, это нечастое явление. Да, любой маневр и просто ноль скорости сразу. Ладно. И хрен с ним. Ещё раз попробуем. Да, тут вот ездит что-то. А, это точка захваченная, точно. Маврики не цепляют с такой дистанции, да? Не, Маврики с такой дистанции не цепляют. Не надо нам вот это вот. Куда ты мне нашёл? А чё у меня не хочет Маврик отцепляться? Мы видим вот это? Мы это не видим. А хотим? А хотим. Я вот это хочу увидеть. А куда я Маврик бросил? Ладно. Вот так. Допустим. У меня остались эльки. В теории можно попробовать по низам полететь, подрезать какие-нибудь вертолёты. Но это максимум, на что мы способны. Как будто бы лучше я ещё Маврики подцепил, пока они не кончились совсем, все эти враги. Погнали на филд. Сейчас может чё-то долетит. По зенитке может хоть прилетит на базу. Все остальные Маврики в молоко покидались. Да, по зенитке прилетело, флорократ уничтожен. Отлично. Нравится. Так, давай тормозить. Раз ты корыто в манёврах так скорость теряешь, может ты и затормозишь перед филдом нормально, а? Негодяй. Вонючка. Не, нормально не будем. Будем по чуть-чуть совсем. Ну давай, где скорость три сотни? Или те... Жизненагубительно. Три сотни. Одна аккуратненькая жмиг. Ну да, посмотрите, он размером, блин, с три Мига двадцать девятых. Конечно, он летает как... Как топор. Который бросили. В лучшем случае. Чебурек с крылышками. Ладно, допустим, в этот раз просто плохо Маврики раскидал. Чё-то я... Блин, это же вообще косяк. То есть ты играешь против, ну, условных панцирей, да, и флорокрадов. Это очень жёсткие зенитки, которые на расстоянии в 10 километров от тебя и место. Не оставят. Никакого. Ни сухого, ни сырого. А ты сам тоже с 10 километров, дай бог, можешь начинать раскидывать Маврики. Ну, чтобы хотя бы все их раскинуть, это ты уж над полем боя будешь и сдохнешь давным-давно. Вот. А откидывать по два Маврика, ну, вот может быть эффективно. И потом ссыкливо отворачивать, делать кружок, опять обратно, опять с 10 километров начать чё-то раскидывать. Ну, как-то так. Это вот вся тактика галактика. И это при условии, что на тебя не будет охотиться вражеская авиация. И никто тебе этого не обещает. Да, тут мы их, конечно, просто их посты в гриву вынесли вроде. Ну, хотя на земле их так же, как наших почти. Просто мы их утюжим. А F-16 штурмит. Гораздо лучше. Он там панцирь есть. А панцирь тебя сбивает с 15 километров. То есть ты ещё даже захватить его не можешь. У тебя вооружения такого нет. А ты уже сдох. В этот момент. Прикольно. Ну, всё-таки по сравнению с обычным ордварком, этот летает, ну, в миллион раз лучше. Скорость набирает. Сойдёт. Сейчас крылья начнут складываться он и... Ох, чё сделает-то? Так. Контейнер с тепловизором. Маврички. Вот и ищем. Захват пошёл. А что, я захватил? А я ничего не захватил, я ничего не видел там. А куда я захватил? Надо ещё и лететь-то ведь прямо туда, куда нужно. Вот так. А я умер, да? Я успел по нему дать Маврик. Я сдох, конечно. Ну да, мы уже над полем боя. Но эти Маврики точно залетят. Да! Ха-ха-ха! Ха-ха! Третий! Ум! Хорош! Все три из трёх вот в этом заходе самоубийственном залетели. Ну, потому что погода идеальная, ничего их не скрывало, и прям сверху в крышу бабах. Зачем тогда фугасные Маврики кумулятивные нормально работают? Ну вот. С двух заходов четыре фрага. Короче, играть на нём вполне можно. Просто учитывая, что Маврики на американских самолётах есть и на более управляемых, да, не совсем понятно, зачем конкретно на этом играть. Но для 11.7 есть теплак, есть вооружение выстрелил, забыл. Норм. Проблема в том, что ты играешь на 12.7 против панцирей. И всё. И всё. Хотя как 12.7? По сути, ты 11.7 это топовое. Вот, блин, ну против панцирей просто жесть, конечно. Которые тебя сбивают ещё на подлёте. Ладно. Идём дальше. Так, ну что ж. Снова удалось накопить. Благо, играть приходится на более-менее вменяемой технике. На Абрамсах. Даже на Хасле, в принципе, не так критично. Вот. А-а-а-а. Охрененная облачность. Вообще офигенно для штурмовки. Отлично просто. Вьетнам. Классический Вьетнам. Господи. Да. Ладно. Так сойдёт. Попробуем. Главное не разбиться. Блин, ну и чё? Если я на Маврике не могу сверху запульнуть, то и как мне жить? Опа. Я его видел, но... А здесь вот не вижу. Вообще. Опа. И валим отсюда. Тысяча... Две... Было тысяча триста. И просто микроманёвр. И сразу тысяча с копейками. Охренеть потеря скорости. Просто забей. Не-не-не. Я пошёл отсюда. Залетит этот Маврик. Будет великолепно. Нет. Очень жаль. Это что он вбок немножечко. Да-а-а-а-а. Флорокрана мы переиграли. Это очень хорошо. Ну, вот. Вот она максималка. Вот он её набирает. Правда, её долго набирать. И стоит вот просто... Вот малюсенький... Вот посмотрите на потерю скорости. Господи. Зачем? Зачем? Господи, всё. Трэш. Смерть. Потери управления. И погибель. Так. Меня... Облучают слева. Кто это вообще? Опа. Наш клиент. Я две дам. А. И оно в ракету зацепилось. Валим. Ну, один разочек можно сделать более-менее вменяемый манёвр. Но вы смотрите, как бултыхает. Это, видимо, из-за того, что я вооружения беру очень много. Ладно. Нормально вроде идиот. Сейчас должен залететь. И надеюсь, зенитка хлопнется. И ещё раз. Ха-ха-ха. Ещё минус один. Правда, это флорок ПЦ. Ой, ёпсель-попсель. А у меня на шести самолёт. Я даже не увернусь. Всё у меня. Да ну, он просто. Но это невозможно. Это J-10А. Чё делать против истребителя? Смиренно сдаться на ардварке. Это единственное, что можно сделать. У нас, кстати, пара зениток есть, и они его не сбили. Жаль. Очень жаль. Ладно, но... При всех недостатках ардварка, можно найти цель и поубивать. Эти зенитки, покидать эти маврики, они долетят рано или поздно и бахнут. Даже несмотря на то, что меня сбили, мы то тут там пару фрагов сделаем, то тут пару фрагов. Короче, сойдёт. Но это всё, блин. Никакой фишки. Никакого другого вооружения. Очень печально. Мне вот знаете, что интересно? Посмотреть на 11.7, что ещё есть у американцев. Зря ли я его так ругаю. Точно есть А-10 на 10.7 с тем же вооружением. И даже А-10А премиумный на 10.3. Здесь на 11.7 больше ничего нет. Фантомы только. Но у фантомов такого вооружения, по-моему, нет. У них же нет мавриков. Да, мавриков у них нет. У них есть... А, есть у них маврики. Ну и хрен ли тогда. Хотя фантомы тоже кирпичи, но тут БР поменьше. А, так есть Ф-14, грубо говоря. Уже лучше. А маврики есть у тебя? А у него нет ураньевая Ф-14. Короче, собственно, и штурмовика-то и нет. Только вот Ф-16 брать. АДФ, наверное. Вот у АДФ чего-нибудь должно быть, нет? Не у АДФ, а значит у обычного. Ашного. Да. Тут обычный А-16 и Ашный. Ф-16 лучше на 12.0. Какая разница, вы что тут с топами играете, что тут с топами. Только это самолет нормальный, а это... А это реактивный бобер. Ладно. Идем еще парочку боев сыграем. Надо, попробуем. Ну, все-таки удается реализовывать. Вооружение-то хорошее. И подвесной контейнер ок. Так. Для вас прошло 0 секунда. Для меня уже четвертый бой идет. Хрен накопишь иногда. И чтобы снять 20 минут видео, летаешь по 2 часа. Ну, блин, что поделать. Естественно, прекрасная погода. Как же без этого? Сейчас поштурмим, чувствую. Охренительно поштурмим. Да. И-и-и-и. Че могу сказать? Вот подвесной контейнер. Давай попробуем что-нибудь сообразить. Высоко подняться нельзя. Нихера не видно. Сплошная дымка. Ну и... Действуй как хочешь. Так, маврики. Его почувствовали, не почувствовали? Не ясно. Эти там нас поджимают на точке А. Куда я смотрю? Не знаю, куда я смотрю. Мне пора валить отсюда. Ага. По мне уже то ли вихри летят, то ли че. Да пошла ты нахер, зенитка. Или что это было? Я спустился, уклонился и все равно сдох. Серьезно. Ой, боже. Убил я ту зенитку, которая стояла прям совсем на спавне. Та, которая была в трупах. Там маврик не понял, куда лететь. Ради этого играть 4 боя. Тратить почти час своей жизни. Ладно, там поменьше, но все равно. О, боже мой. Ну или коротко, почему я не записываю обзоры на самолеты иногда, потому что это геморрой. Ну как обзоры. Видосы по самолетам. Да. Ладно, пойдем в следующий бой. Тут разменялись опять один в один. И вот кто-то скажет, что ты ноешь? Ты же типа фраги делаешь. А я скажу, ну, ощущение это совершенно другое. Одно дело фраги делаешь, другое делаешь. У тебя жопа горит. Хотя, кстати, не горит. Ну, приятного мало от такого геймплея. Не увернуться, вообще ничего. Ох, всеми правдами и неправдами я еще раз накопил на этот самолет. Это безумно выматывает, честно говоря, когда ты специально пытаешься копить на какие-то самолеты. И два часа играть на фулл фокусе полное говно. Прям полное говно. А топы этой игры, это по сути тупо набор механик. И мне неинтересно играть в набор механик. А, меня уже опять лочит зенитка. Куда летят мои маврики, хер знает. Если это не панцирь. А, это не зенитка, судя по всему, возможно. Пробуем убежать, конечно, вниз. Ради очередного паршивого самолета. Ну как паршиво, они все одинаковые. Ну, один летает лучше, другой летает хуже. Вооружение может чуть-чуть отличаться, но грубо говоря, его можно поделить на хорошее вооружение и все остальное. И типа таких пресетов тут, блин, едва-едва наберется там несколько вариантов. Джейдамы, ок. Управляемые бомбы лазерные на очень определенных самолетах, ок. Ничего не попало, ничего не долетело. Понял. Вот. И мне кажется, это опять. Я каждый раз говорю, что я больше не хочу играть на топах, но вот в особенности не хочется играть на топах после вот этого. У меня сейчас самолет собьет, что ли, какой-то? Ну да. Конечно. Где он там был? Че за самолет? Где? Как его увидеть, кроме как на СПО? Причем непонятно, че именно на СПО-те показывает. И вот ради этого я опять там два или три боя тратил своей жизни. Против нормального самолета. Это какой-нибудь Мегарь, наверное, который F-35. А, JF-17. Это ник был. Типа, я больше не буду ради этого. Я спать лечь должен был еще полчаса назад. Из-за этого дерьма я не могу лечь спать. Короче. Буду делать обзоры только на нормальные топовые самолеты. И то не очень часто. А на вот этот КАЛ выжимать хронометраж. Ну как КАЛ? Ну самолет норм. Ну он просто не нужен в этой игре. Он просто не нужен. Как бомбардировщик реактивный. Почти все реактивные. Вообще бомбардировщики как класс в этой игре почти все мертвы. Почти до единого. И этот не исключение. И ничего нового мы из этого не узнали. Ну то, что Маврики могут использоваться как вооружение нормальное. Ну да. Но это на любом другом самолете может использоваться как нормальное вооружение. И по сути играя в любом случае в топовом тире боев. Потому что топовый тир на земке это 11.7. Ты имеешь всю возможность взять любой другой нормальный самолет восьмого ранга. И не тратить свою жизнь на... На вот это. Просто не тратить и все. Зачем он? Зачем? Зачем вся эта ветка существует? Зачем вообще она существует? Вот. Чтобы на ней не играть. И посмотреть в ангаре как красиво выглядит самолет. На этом в общем-то примерно все. Это по-моему и так было понятно. Но я перетестил ардварк. Ни хрена не поменялось. Ну окей. Тут с подвесным контейнером летается повеселей. А так конечно же F-16 для штурмовки. Ну и нормальные истребители любые другие. А это... О господи. Дай бог. На этом на сегодня все. Благодарю всех за просмотр. Надеюсь поймете и простите меня короткий хронометраж этого видео. Но растягивать его искусственно не вижу смысла. И в целом я хочу ценить свою жизнь. Поэтому пойду ее жить. А вернее лягу спать. Что я уже хотел давно сделать. Всем удачи. И до новых встреч. Увидимся в обзоре чего-нибудь может быть поинтереснее. Субтитры сделал DimaTorzok